МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы видим, это очень ослабило нашу команду. А играть довелось крепким середняком, контактором, который в последнее время очки набирает исправно. Поэтому на встречу с чемпионом команда выходила с особым настроем. Тренеру коллектива Александру Руфову искать мотивацию вообще не понадобилось. Давай друг за друга сегодня. Защитников прошу, ребят, с пробелом поплотнее. Не надо зазор, не давайте зазор, ребят, поплотнее с ними. Давай, с Богом, парни. Первый тайм прошел в равной борьбе. Игра в атаке соперникам не удалась вовсе. Было много стыков, единоборств, неточных передач, но мало игры в касании и продуманных комбинаций. Правда, ближе к голу все-таки был контактор. Это очень активный Денис Мерте. Слевый пробил в перекладину ворот голкипера Александра Кузнецова, который через мгновение справился и с добиванием. Перерывы нули на табло исправить никто не смог. У нас сейчас идет череда неудач, просто игры провальные. Первый тайм в катуле сыграли. Была установка тренера играть вторым номером, попробовать дать контактору пятому океану сыграть первым номером. Была битва просто. Битва была и после перерыва. По-прежнему единоборство, нарушения, споры с судьями и закономерные желтые карточки. Но гола снова нет. Несмотря на кадровые проблемы, Мберейт старался поддерживать высокий темп. Устал, поменялся, устал, поменялся. Только на минуту хватит, все равно. У нас эта тактика удалась сыграть поплотнее. И за счет, наверное, сама дачи где-то хорошо ребята все боролись. И игра была, мне кажется, до гола. Этот долгожданный гол состоялся на 42-й минуте. Его соавтором стал Денис Мерте. Одним финтом он ушел от защитника на правом фланге и мощно прострелил на дальнюю штангу. Где Виталий Бармаков результативно подставил свою грудь. 1-0. Контактор выиграл битву у чемпиона. Мы играли, скорее всего, закрытый футбол. Самое главное не пропустить. С этим мы очень хорошо справились благодаря команде. И хотел бы отдельно я поблагодарить Диму Долгова. Дим, спасибо тебе большое, что ты сыграл этот матч на ноль. Благодарили своего вратаря в этом туре и футболиста Кристалла. Антон Загородников провел свой четвертый сухой матч в чемпионате. Это лучший показатель непробиваемости. На сей раз кристаллические уверенно обыграли промресурс 8-0. Лидер чемпионата также уверенно обыграл по году 6-1 в пользу Симбирска Берхофа. По дублю на свой счет записали Денис Рахманов и Андрей Манышев. Также два дубля зафиксированы во встрече авангарда и Платона. Они на счету заводчан Тимура Бахтиярова и Андрея Гаранина. При этом авангард уверенно победил 7-3. В битве дебютантов сезона юниор выиграл у Штальбурга 4-2. И в этом матче тоже был дубль. Он в активе одного из юниоров, Евгения Сорокина. Таким образом, лидер чемпионата Симбирска Берхоф сохранил семьяочковый отрыв от преследователей. Правда, теперь в роли догоняющих только Кристалл. Уступив контактору, Убирейт, похоже, распрощался с мечтами отстоять титул. Шансы на это у команды Андрея Злыдова только теоретические. А вот шансы на бронзу у Платона, несмотря на поражение от авангарда, вполне реальные. Ведь до призовой тройки всего один балл. В середине турнира таблица авангарда и погода в очередной раз поменялись местами. И как они финишируют через четыре тура, никто предсказать не берется. Зато многое прояснилось в стане аутсайдеров. Юниор, похоже, уже обезопасил себя от вылета. Чего не скажешь о Динамо и тем более о промресурсе. В гонке бомбардиров по-прежнему уверенно лидирует Игорь Ахмедшин из Платона. Хотя и забил в минушном туре всего один гол. Оборона авангарда против Голиадора сыграла очень внимательно. 15-й тур чемпионата пройдет в первую субботу февраля. У Мобирейта новое испытание. Чемпион играет против Кристалла. Это будет битва за медали. Выиграет Кристалл, обеспечит себе серебро. Победит Мобирейт, обладателем золота станет Симбьёск. Вот такая интрига ждет болельщиков через неделю. Продолжение следует...